В эфире новости Анапы регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Для того, чтобы дети как можно быстрее попробовали свои силы на этих тренировочных площадках. Наследство для Анапы. Началась процедура передачи тренировочных площадок, построенных к Чемпионату мира по футболу, в собственность муниципалитета. Мы собираемся развиваться, мы собираемся выходить в свет. Телевизор за подписку. Редакция газеты «Анапское Черноморье» проводит розыгрыш среди своих читателей. Призываю всех жителей этой улицы включиться в работу. Наведем порядок вместе. Жители вместе с сотрудниками городской администрации проводят субботники по всей Анапе. Долгожданный ремонт будет сделан в школе номер 26 «Хутор Рассвет». Здесь заменят кровлю, которую уже почти полвека. Такое решение принял глава курорта Юрий Поляков после того, как осмотрел учебное заведение. Ранее к нему на прием пришли местные жители, которые сообщили о проблеме. Это массажная дорожка. Здесь разные наполнители. То есть у них совсем другие ощущения. Это дети, которые закрыты в себе. Это специальная комната отдыха для аутистов, где можно расслабиться между уроками. В 26-й школе занимаются 16 таких особенных детей. Педагоги говорят, что каждый из них талантлив по-своему. Кто-то хорошо поет или рисует. А вот машины из пластилина, выполненные с трепетным отношением к каждой детали. Многие ребята уже ходят в обычные классы. Сейчас разъехались по домам. Чего ладно зимой? Нет! Кормят вкусно? Да! Школа для самых юных селян. Здесь занимаются младшие классы. Еще пять лет назад ее планировали расформировать как малокомплектную. Однако по просьбам местных жителей учреждения сохранили. Сегодня здесь один третий класс, но уже по два, вторых и первых. Всего порядка 80 учеников. Глава курорта Юрий Поляков обходит территорию. В этом году в котельные поставили новое оборудование и сделали ремонт. 500 тысяч рублей выделила администрация муниципалитета. Теперь проблема номер один – кровля, которой, как и зданию, около 50 лет. Постоянно латаем, привлекаем, допустим, сельскую администрацию, потому что высота огромная, коллектив у нас небольшой, проблематично залезть, поэтому нужна подъемная техника, с помощью которой постоянно закрепляется. То конек, то лист оторвавшийся, шифер старый. У крыши 50 лет. И она шиферная. То есть 50 лет шиферу. Главе муниципалитета показывают библиотеку. Таких проблемных мест в здании уже несколько. Глава сельского округа пояснил, что специально повременил с ремонтом, чтобы наглядно показать ситуацию. Ну, позови двух-трех человек, посмотрите, что надо сделать. Мне об этом. Ни один человек не стал до того момента, пока он на приемник попал. После этого я поставил задачу парню, он говорит, я четверг сделаю. Не надо, пусть глава приедет. Увидимся. Юрий Поляков назвал ситуацию очевидной и требующей оперативного решения. Дал соответствующее поручение своим подчиненным. В школе 50 лет она нуждается в ремонте, может быть, даже в капитальном ремонте. Сейчас будут устраняться те зоны риска, которые, возможно, протекают при сильных дождях. Мы их знаем и будем их устранять. Есть локально-сметный расчет. Он около 900 тысяч рублей, даже чуть больше. Будем с этими деньгами заходить в краевую программу, пытаться, для того, чтобы все-таки этой школе была сделана новая Кромля. Сегодня в рамках социального партнерства ведут переговоры с крупным инвестором о строительстве модульного спортивного зала с тренерской и душевыми. Аналогичный проект на средства из краевого бюджета уже реализуется в станице Анапской. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Началась процедура передачи тренировочных площадок, построенных к Чемпионату мира по футболу. Соответствующее решение принято в законодательном собрании края. Процедуру может занять от одного месяца, поэтому вместе с краевыми властями порабатывается временный механизм их использования. Администрация муниципалитета уже передала на краевой уровень согласие принять новые объекты, а также согласие от учреждений. В распоряжение школы Олимпийского резерва номер один поступит стадион Витязева, а спортивная школа номер семь получит поле в станице Анапской. Следующим шагом будет документ, подготовленный региональным департаментом имущественных отношений. В нем укажут перечень всего имущества, которое передадут на баланс администрации Анапы. Пока идет передача, мы совместно с Министерством спорта Краснодарского края подумали о том, чтобы уже непосредственно наши и тренеры, и футболисты могли осваиваться на обоих тренировочных площадках. Сейчас мы готовим весь пакет документов для того, чтобы сначала получить это безвозмездное пользование, для того, чтобы мы могли понимать, как ухаживать за полем, как это все практически в эксплуатационных характеристиках. Мы хотим максимально для того, чтобы пока есть погода, еще есть возможность поиграть на открытом воздухе, для того, чтобы дети как можно быстрее попробовали свои силы на этих тренировочных площадках. В поселке Виноградом создали рейдовые группы для профилактики правонарушений. В них вошли представители полиции, казачества, ТОСы, а также сотрудники местной администрации. Об этом доложил глава Виноградного сельского округа Александр Кудаев на выездном заседании Координационной комиссии по профилактике правонарушений и штаба по координации деятельности народных дружин. В Виноградном хорошо поставлена работа по организации спортивных мероприятий и праздников для продвижения здорового образа жизни. Только в этом году в поселке Виноградном было проведено шесть заседаний общественности, где обсуждались вопросы борьбы с алкоголизмом, антинаркотическая работа, а также создание рейдовых групп. По словам главы сельского округа, сегодня в Виноградном практически решена проблема наркомании. На территории Виноградного сельского округа проводятся культурно-досуговые спортивные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни. В 2018 году за прошедший период было подготовлено и проведено 32 профилактических мероприятия, 70 спортивных мероприятий, 43 патриотических мероприятия, 20 досуговых. Самыми массовыми стали, и уже все знают, это традиционные тоже у нас, на первый майский праздник мы проводим майские старты, это совместное мероприятие проводится с Кутовским казачьим обществом Виноградного сельского округа. И также знаковое у нас мероприятие – это «Сила Кубани», фестиваль силового экстрима, который мы проводим в конце сентября, и приурочено оно в дне освобождения города, курорта Анапы, и нашего Виноградного сельского округа от немецких фашистских захватчиков. Жители вместе с сотрудниками администрации проводят субботники по всей Анапе. Такая практика сложилась после закрепления за управлениями конкретных городских территорий. Проблемные места определяют во время утренних обходов улиц первым сместителем главы Анапы. На минувших выходных порядок на вверенной территории улицы 40-летия Победы наводили сотрудники муниципального центра развития и оказания курортных услуг. Вместе с жителями окрестных домов они вывезли более 20 кубометров мусора. На 40-летие Победы мы только начали наводить порядок, поэтому призываю всех жителей этой улицы включиться в работу, привезти свои прилегающие территории, сделать благоустройство на них. 1 октября стартовала осенне призывная кампания Вооруженной силы России. Военным комиссариатам Темрюкского и Анапского районов должно быть призвано 450 новобранцев. По итогам прошлого весеннего призыва ряды нашей армии пополнили 168 человек из Анапского района. Больше всего 60 человек были отправлены в сухопутные войска, в воздушно-десантные войска – 31, военно-космические силы – 22. В целом призыв прошел организованно, никаких нарушений действующего законодательства в ходе призывной комиссии не зафиксировано. План призыва был выполнен на 100%. Читатели газеты «Анапское Черноморье» смогут выиграть телевизор. С 4 по 14 октября редакции издания совместно с Почтой России проводят декаду подписки на следующий год. Цены станут намного выгоднее, а подписчики смогут принять участие в розыгрыше бытовой техники. «Анапское Черноморье» – самая первая газета города-курорта. В этом году издание отметило свой столетний юбилей. Общественно-политические статьи, невыдуманные истории анапчан – главные события города. Эти и другие темы корреспонденты «Анапского Черноморья» раскрывают на страницах издания. Аудитория газеты насчитывает порядка 25 тысяч человек. Значительная часть из них – это женщины среднего и старшего возраста. В этом месяце редакция решила сделать своим читателям приятный подарок – скидку на подписку газеты. Все, кто подпишется на наше издание в этот период, получат скидку. Ну, в среднем это получается от 50 до 70 рублей. Для нашей аудитории это вполне нормальные скидки. То есть, если обычный человек мог подписаться, полугодовая подписка была 558 рублей, сейчас 502 рубля. Для льготников вообще 465 рублей. Это элемент нашей стратегии. Мы собираемся развиваться, мы собираемся выходить в цвет. Со следующего года уже несколько экземпляров в этом году мы попробовали. В следующем году четверг у нас будет цветной. Над Анапским Черноморьем ежедневно работают опытные журналисты. Представляя себя, на месте читателей они выбирают самые интересные темы и истории. Грамотно налажена и связь с аудиторией. С помощью интернет-сайта газеты и страниц в социальных сетях анапчане всегда остаются в курсе событий. Наша газета «Анапская Черноморья» освещает жизнь курорта. Наши корреспонденты постоянно в гуще событий. У нас в Анапе происходят грандиозные культурные события, спортивные соревнования, кинофестиваль, киношок. И мы всегда делаем фаторепортажи, чтобы наши читатели, если они не смогли там побывать, то могли вот так вот заочно узнать, что же все-таки у нас в Анапе происходит. Выход в цвет – не единственное нововведение следующего года. Теперь упор будет сделан на новостные статьи и сюжетные материалы. Подписчиков газеты порадуют ценными призами. 30 подарков, один из которых телевизор, будут разыграны уже в этом месяце. Для этого нужно будет только оформить полугодовую подписку и отправить копию абонемента в адрес газеты. Ну и, конечно, ждать самого розыгрыша, который пройдет в конце декабря. Никита Бойко, Ксения Осипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. В Витязево появилось еще одно море. Так называется новый центр фитнеса и красоты, который распахнул свои двери накануне. На открытии побывала наша съемочная группа. Какие услуги предлагает своим клиентам новый салон и чем отличается от других спортивных центров Анапы – подробнее в сюжете. На торжественном открытии собрались анапчане и гости города, которые знают, насколько важен спорт в жизни каждого человека. Развлекательная программа, фуршет, знакомство с инструкторами и море подарков от фитнес-центра и салона красоты «Море». Всем желающим вручили пробные абонементы, а самые активные участники мероприятия получили абонементы на месяц и даже на полгода тренировок. Так что же отличает фитнес-центр «Море» от остальных? Во-первых, это просто огромный тренажерный зал, более 300 квадратных метров, с новейшими тренажерами, которые разработаны с учетом всех современных требований. Мы участвовали в открытии этого объекта, поставляли фитнес-оборудование, консультировали. Мы открываем много объектов на территории России в Южном регионе, и это один из таких, честно вам скажу, приличных очень объектов такого бизнес-класса, бизнес даже с плюсом. Также в фитнес-центре «Море» есть зал для групповых и индивидуальных занятий, направления йога, степа и робика, силовые тренировки, фитбол. Специалисты центра работают уже не первый год. С их профессиональным мастерством анапчане и гости города смогли ознакомиться в салоне красоты «Прованс». Я являюсь клиентом этого салона и проживаю здесь рядом, поэтому я обязательно буду посещать и продолжать посещать. Мне очень нравятся все услуги, которые они предоставляют. Я занимаюсь спортом, я буду ходить на групповые занятия, может быть, попробую йогу. В основном я групповые занятия и в тренажерный зал. Центр фитнеса и красоты «Море» – это новый формат, где можно не только привести в порядок фигуру, занимаясь спортом, но и воспользоваться услугами салона красоты. Косметология, спа-процедуры, полный спектр парикмахерских услуг, программы по уходу за волосами и телом, маникюр и педикюр. Все необходимые услуги для удобства клиентов собраны в одном месте. Мы готовились очень долго, старались. Этот салон полностью отличается от нашего первого салона, который называется «Прованс». Теперь у нас салон «Море». Мы приглашаем всех гостей и жителей, в первую очередь, нашего прекрасного города Анапе. Мы очень рады будем видеть вас. Приходите. У нас хорошо, тепло и уютно. Вас ждет море красоты, фитнеса и спа. Центр моря находится в жилом комплексе «Кавказ» по адресу село Витязева, Верхняя дорога, 151. Внимание, экстренное предупреждение. По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до конца суток и 3-4 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений. Сильный дождь со шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Над акваторией Черного моря имеется опасность формирования смерчей. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. А далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. «Анапа-регион.ру». Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь», «Анапа», «Самбурова», «254». Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое.